Арбитраж забрал квартиру у моего ребенка. Каратенко, суд это не бизнес. Баннеры с таким текстом еще недавно висели напротив входа в здание арбитражного суда. Правозащитники предлагали всем пострадавшим от коррупции в арбитраже звонить по указанным в рекламе телефонам. Однако председатель суда Валерий Каратенко посчитал необходимым не только демонтировать плакаты, но и возбудить против общественников уголовное дело. И вот как стало известно, прокуратура председателю арбитражного суда отказала. Знаю, насколько профессионалы в прокуратуре, коалифицированные сотрудники, и все их давление, и давление, если даже оно есть со стороны председателя арбитражного суда, то оно себя не оправдывает. Интересны некоторые детали заявления. Господин Каратенко письменно уверял прокуратуру, что за просьбой жаловаться на коррупцию последуют призывы линчевать председателя или громить арбитражный суд. Если цитировать Каратенко, то либо этот человек, на мой взгляд, достаточно психически нездоров, либо что-то у него действительно в жизни случилось, но говорить о том, что будут линчевать председателя арбитражного суда, ну это полная глупость, и, конечно, никто этого не собирался делать. Теперь в прокуратуру направлены другие запросы, уже от Алексея Севастьянова. Правозащитник просит проверить, как председателю арбитражного суда Челябинской области удалось приобрести без всяких конкурсов на бюджетные деньги внедорожник класса «Люкс». На какие средства приобретена квартира в элитном доме напротив входа в парк Гагарина? И, наконец, зачем в служебном кабинете прямо в здании арбитражного суда господин Каратенко установил джакузи? Я знаю, что смета оборудования кабинета председателя арбитражного суда выше. В связи с тем, что там, скорее всего, расположено специальное оборудование, которое вообще не нужно. Ну, по непроверенной информации, там джакузи, другие элементы. По словам Севастьянова, директором фирмы «Юртех», которая традиционно выигрывает все дела в арбитражном суде, еще недавно являлась жена Валерия Каратенко. По этому факту тоже будет проводиться проверка, причем по инициативе практически всех юридических компаний Челябинска. Тогда как за представительство в арбитраже все берут с клиента максимум 30 тысяч рублей, «Юртех» просит 3 миллиона. В чью пользу за эти деньги выносится решение, догадаться нетрудно.